Всем привет, мои хорошие! С вами Ака Эмили и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео с роллами. К сожалению, сейчас произошел несчастный случай, так скажем. Я начала снимать видео и оказалось, что камера меня подвела. Она сама по себе выключилась и не сохранила все, что я съела. Я съела, наверное, 4 или 5 роллов. Вот здесь вот лежали они. И весь имбирь тоже схомячила. Надеюсь, что такой ошибки больше не повторится. Реально, это меня жутко раздражает, жутко подводит. Вдруг камера выключается и все. Ничего не сохраняется. Значит, у нас сегодня Филадельфия. Вот такие вот роллы с огурцом. Я сначала думала, что это с авокадо, а потом оказалось с огурцом. Еще вот такие вот роллы интересные. Ой, какие интересные. Я один-два раза пробовала, это с сушеной рыбкой. Мне вообще не нравилось. Я думала, фу, какая гадость, как это можно есть. А сейчас я попробовала. Это обалденно. У этой доставки просто бомба. Давайте немножко васапи. Совсем чуток. Вот прям капельку, прям мизер. Взяли. Макнули внутри. Здесь, видимо, рыбка и креветка. Поэтому очень вкусно. Хочу прежде всего сказать огромное спасибо всем, кто поддержал меня и подписался на канал. Сейчас у меня уже более 150 тысяч подписчиков. Если честно, последний месяц очень хорошо на меня подписываются. Настолько хорошо, как никогда не подписывались. В день у меня по 500-600 человек. И это очень круто. Я очень быстро раскрутила свой канал. В ноябре моему каналу будет 3 года. И я считаю, что очень хорошо все двигается. Я знаю блогеру, у которой, не знаю, канал 5 лет. И у меня на каждом видео по 500 просмотров. Хотя видео реально очень интересные. Я не знаю, в чем секрет. Почему у кого-то набирают видео миллионы, а у кого-то годами ничего не набирают. Хотя контент очень интересный. Далее следующий. Когда мы снимали с Фати видео про роллы, кто больше съест роллов, я даже подумать не могла, что эта тема может настолько взорвать. И что я буду снимать мукбанки. Я реально представить не могла. Ну, как вы видите, мы предполагаем, а Бог располагает. То есть мы не знаем, как оно будет. Блин, настолько вкусно. То ли я голодная, то ли роллы очень вкусные. С огурцом бомба. И давайте пройдемся по вопросам. Одна девочка мне написала под прошлым видео, что у нее такая проблема. У нее усики растут. И она не знает, что делать. Одноклассники над ней издеваются. У меня тоже была ужасная растительность на руках. Были усы. Ну, такой, знаете, пушок. Это сложно назвать усами. Но, слава Богу, я от них избавилась с помощью лазерной эпиляции. Это безумно удобно. Я ходила на эту процедуру, наверное, раза 6-7. Теперь я опять же посещаю эту процедуру. Во-первых, она у нас стоит копейки. Во-вторых, на лазерную эпиляцию лица я хожу раз в полгода. И это стоит на русские деньги всего 200 рублей. Поэтому не жалко. Самое главное, что ты выглядишь себя уверенной. Я особенно комплексовала, когда на дневном свете действительно было отчетливо и видно вот этот вот пушок на солнышке. Я в детстве родилась рыженькой. И у меня волосы немножко ржаватые. И даже они выгорают, например. Даже вот волосы на голове. Они становятся красные. Это жутко меня раздражает. Одно делает и рыжая, другое делает и брюнетка. Но когда ты ни туда, ни сюда, просто такое ощущение, что тебе сделали омбре. Причем такое, знаете, некачественное, сама дома. Это немного напрягает и раздражает. Поэтому вот на днях хочу, кстати, сама перекраситься. Пойти купить краску для волос. Напишите в комментариях, какая краска лучше. Просто приду, сниму для вас и перекрашусь. Как бы особо таких изменений не будет. Возможно, вы даже не заметите. Просто хочу избавиться. Вот этого красного оттенка на солнце. Как будто я хной бабушкиной крашусь. Вообще, на мой взгляд, красные волосы уже не настолько модны, как раньше. Раньше мама, например, всегда красилась в баклажановый цвет. И я думала, мама, я тоже вырасту и тоже буду как ты. Как баклажан. Мама говорила, да, 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 дай бог ты вырастешь. И мы тебя тоже покрасим баклажановой. Я выросла, и мне это совершенно уже не нравится. То есть, времена, вкусы, все меняется. Вкуснотича. Они просто идеально ровные, посмотрите. Идеально. Насчет усиков я сначала их осветляла. Перекисью водорода еще чего-то ставила на усики. И вроде они были незаметные. Но потом я подумала, зачем с этим всем мучиться. Потому что этот препарат, которым именно я осветляла усики, он ужасно сжег глаза. Вот я, например, вот сюда нанесла. И у меня глаза ужасно слезились. Это было не очень-то... Не очень-то приятно. Для усиков идеальный вариант. Лазерная эпиляция. Даже парни некоторые ходят вот так вот. Здесь делают лазер, чтобы специально была такая полоса, типа борода. Сейчас же модно, типа, у тебя есть борода. Я скажу тебе, да. Ой, какие вкусные вот эти роллы. Я даже не ожидала, честно. Потому что сушеная рыбкая редко кто любит. Если вы не любите что-то необычное, не заказывайте. Просто так останется, вам не понравится. Теперь моя любимая еда – это вода. Айка, у тебя очень длинные ноги. Почему не пошла в модельный бизнес? У меня длинные ноги в инстаграме, потому что меня фотографируют снизу. На самом деле у меня невысокие росты. И вообще я думаю, что модельный бизнес не для меня. Потому что они сидят на шосских диетах, не знаю. Их волосы постоянно мучают. Да и вообще я никогда не считала, что у меня идеальные параметры. То есть модель – это высокая девушка, а у меня рост всего метр шестьдесят четыре. У меня никогда не было желания быть моделью. Просто потому, что в подростковом периоде я считалась уродиной. А я считала, что модель – это красавица. Да и вообще это сложная работа. Это физически тяжело. Я была на нескольких фотосессиях после того, как я стала блогером. Меня позвали, я пошла. Мне хорошо заплатили за это. Но это физически очень сложно. В том плане, что мне нужно было перемерить, наверное, стол платьев. То есть это была фотосессия для магазина. Наверное, сто это. Я как-то громко сказала. В общем, дохрена платьев было. И мы где-то пять-шесть часов их мерили и фотографировали. Все фотографии были на каблуках. Это еще сложнее. То есть ты должна стоять еще и на каблуках. Еще в помещении было немного холодно. Я потом простыла. То есть мы с вами видим готовый результат. И думаем, что как круто быть фотомоделью. Но на самом деле, какой труд стоит за этим, никто не знает. Некоторые говорят, вот там все куплено и так далее. Если я своими глазами не видела, что там все куплено, я не могу об этом как-то вам говорить. Ну, я всегда как бы в детстве мечтала, что я буду такая бизнес-леди. Я буду заходить в такой какой-то бизнес-центр, где вот такая вот дверь, знаете, крутящаяся. Я не знаю, как она правильно называется. В моллах бывает. И действительно, я сейчас работаю в бизнес-центре, где как раз-таки вот эта дверь. Но сейчас мне кажется, это настолько... Не то, что это супер, это как-то круто. Это просто обычно. К сожалению, первый этап видео не сохранился. Там я съела 5-6 роллов, и это все удалилось. Это очень обидно на самом деле. Я даже думаю, может быть, камеру поменять из-за вот таких вот моментов. Последний. Спасибо вам огромное, что вы досмотрели это видео до конца. К сожалению, так получилось, что вот эти вот роллы я не смогла заснять, как я их съела. Первые роллы. Эти первые мои ощущения. Мои... Но в инстаграме вы, наверное, видели полноценное количество. Я вас всех очень сильно люблю. Спасибо огромное, что подписываетесь на мой канал. Если вы до сих пор едите, желаю вам приятного аппетита. Всем пока!